Приветствую, уважаемые участники конференции. Меня зовут Артем Светлов. Я уже много лет рисую OpenStreetMap под ником Тролевый. И недавно я купил квадрокоптер, и сегодня хочу вам рассказать о том, как можно квадрокоптер использовать для улучшения OpenStreetMap. Во-первых, основная часть геометрии, которая попадает в OpenStreetMap, она рисуется по материалам дистанционного зонтирования Земли. В основном пока у космотиков их либо может не быть на какой-нибудь области, либо, даже если не есть, то, например, как здесь слева, на них ногу не видно. Например, в местах, где тени от зданий деревьев там ничего не видно. И кроме того, у них такое разрешение, что многие объекты на них очень плохо видны. Например, пешеходные дорожки. А скоптеры... Все видно, и если правильно прилететь, то здания ничего не закрывают. Видны все дорожки, все машины, все тропы и все боролевые камни. В общем, очень много. Какое оборудование сейчас есть в продаже? Стоит всего дорого. Продает... В основном сейчас одна фирма, называется HGI. Вот такие модели основные. В общем, совесть примерно такая большая. Я, честно говоря, сам бы не купил, но тут мне товарищ предложил продать такую модель слева, поддержанную. То есть я взял где-то за 40 тысяч. Цены на них всех разнятся, потому что все время в РССТы попадают комплекты с разными количествами аккумуляторов. Вот такой масштаб цен в магазинах Москвы. Аккумулятор квадрокоптеру стоит дорого. Практически вся основная научно-техническая мысль сейчас саредоточена в аккумуляторе. Это такая дорогая вещь, в которой находится еще и микроконтроллер. Он считает, в частности, ресурс. То есть его аккумулятор ограничен. Ресурс не знаю чем, но я думаю, где-то года на два, на три его должно хватать. Штука дорогая. Если ее проткнуть, она взорвется. При перевозке самолетов нужно соблюдать осторожность и тому подобные вещи. Также в комплект оборудования входит рюкзак для перевозки коптера, потому что по-другому его никак не перевезешь. В Москве такие рюкзаки, их когда-то так сложно, потому что все раскупили, а те, что есть, стоят дорого. Вот поэтому я брал залив из кресса. Вот это 3500. И в Москве, вроде всего, дороже. Где-то там порядка 5-6 тысяч стоит. В общем, вот так называется моя модель. Это где-то модель примерно прошлого и позапрошлого года. Сейчас ее я хочу продемонстрировать именно сам коптер вживую, потому что раньше, когда я смотрел на фотографии, то никак не мог понять, какой у него по-настоящему размер, и думал, что перевозить можно только в машине. Оказалось, нет. Все удобнее. Принесла, чтобы. Да, значит, вот так выглядит рюкзак. Значит, довольно легко все ощущается. То есть, поскольку рюкзак жесткий, то он очень хорошо давит на спину и никакого лишнего веса не чувствуется. На самом деле, ходить с ним даже удобнее, чем я не мерил. Но ходить с ним удобнее, чем со штативом для видеосъемки. Рюкзаки бывают двух типов. Жесткие и мягкие. Мягкие гораздо удобнее. Вот так надо разгадываться. В мягкий рюкзак кроме коптера врезать еще много вещей нужных в дороге. Например, вода, автоаппарат, куртка. То есть, вполне можно с таким комплектом ездить, к примеру, за город. И на велосипеде. Что запускать? Я в умещениях ни разу не запускал, поэтому не буду. Значит, вот размер такой. То есть, вот так он вот выглядит. Аккумулятор вот такого размера с лампочками. Вставляется. Вставляется. Вот. При пуске звуковой сигнал довольно громкий. Это может вас демаскировать. И вас узнать про кожу. Кроме того, у него яркие сигнальные огни, которые хорошо заметны ночью, когда он стоит на тротуаре. То есть, это тоже у вас могут заметить. Вот как учить. Медиционеры? Нет. Там можно включить часть, но не все. А прошивку там какую-нибудь специальную? Не пробовал. В четвертом точно можно? Это третий. Основная особенность, начиная с этой модели, у них встроенная фотокамера на моторном подвесе. То есть, если поворачивать корпус, то камера продолжает смотреть в нужном направлении. Вот. Управление осуществляется со специального пульта. Пульт довольно громоздкий и заметный. В пульту привлекается смартфон или планшет. Со смартфона, в принципе, все нормально. Насчет устройств Apple, там есть особенность, это работает только под планшет Apple, а под смартфон Apple, по-моему, не работает. Может, кому пляж одеться или оф, кому пляж открасит? Ну да, я думаю, может, вы покраситесь баллончик этой краской. Нет, она работает под смартфоном. А этот как самолет надо красить. Да, значит, в общем, с пульта можно управлять поворотом камеры вперед или вниз, в общем, довольно плавно. Значит, у этой модели можно камеру направить вниз, у некоторых моделей такого нет. Так что будьте внимательны, если будете выбирать ее себе. Ну и тут вставляется SD-карточка. При управлении, как ты управляешь там, что видишь? При управлении я вижу картинку скрамера. Основное управление идет именно в режиме ВПВ первого лица. То есть, довольно удобно. Если глазами управлять, то это сложнее. Вот. Значит, если кому интересно, я сегодня вечером могу его продемонстрировать, запустить на улице. Я хочу поехать в Покровской стриж. Значит, запускаю я его обычно с рюкзака. Я обычно беру с собой литр фанты, кладу бутылку вот сюда и ставлю коптер вот на эту открытую крышку. Таким образом, получается ровное место, где вокруг нет травы, которая цепляется за винты. А на Кваколе он летает? Что? На Кваколе он летает? Не слышу. Вместо фанты что-то другое можно? А-а-а. Шутку. Ну да. Может что-нибудь без сахара. В следующей части своего доклада я хочу рассказать про непредвиденные проблемы, о которых ты не догадываешься, пока не начинаешь летать на коптере. Во-первых, вот именно у моей модели, лежащая в Antone Dream Pro, оказался частый заводской брак. Там неправильно собрана камера, ее нужно самому разобрать и отъюстировать. У новых моделей такого нет, но вот учтите, что может быть в какой-нибудь партии коптеров они не будут взбивать к Новому году, можно было бы задать план и что-нибудь типа такого сделать. В общем, так же, как на советских автомашинах. В общем, я по инструкции с YouTube разобрал эту камеру полностью целиком, вот до такого состояния. ее надо расклеить, вытащить объектив и потом запретить все обратно и специальными зубоврачебными кусачками поворачивать объектив, чтобы выставить правильное расстояние между матрицей и объективом. Без этого изображение было слишком разбытым, поэтому предыдущий хозяин его не продал. В общем, существует много нережных проблем при полетах. Например, если его запустить, например, по такому клоне, то он при запуске его упадет, то есть нужно ровное место. Ну, в Москве все места ровные, то есть вся Москва обработана бульдозерами, везде все спланированное. А за городом ровные местные кислорни, поэтому я беру с собой бутылку воды и как-нибудь ее вот там вот подкладываю. Если просто подставить на землю, то трава будет цепляться за... А с таковой поверхности? С таковой поверхностью он падает. А с руки? С руки я не пробовал, но вроде можно. А с головой так в чем? Нет, ну вроде можно с руки. Я смотрел, но еще не пробовал. Садиться можно на руку. Это оказалось проще, чем я думал. Я раньше думал, что нужен специальный человек, чтобы его ловить. Нет, оказалось, в среду видео можно. То есть одной рукой левой управляешь ручкой, которая меняет высоту, и второй рукой его ловишь. Вот. Если вы видите человека с коптером, то нужно соблюдать осторожность и не подходить к нему, потому что считаю, что эти пропеллеры вращаются как восемь ножиков. То есть нужно соблюдать детку безопасности и не пропускать детей к таким устройствам, когда они запущены. А какие травмы там, возможно? Ну, это порезать можно. Там очень быстро вращаются в виде пропеллера. Да, вот у меня была такая проблема. Я запускал в сквере у себя рядом с работой. Потом у меня отвалился смартфон на землю. Я стал сажать коптера без видеоконтроля, то есть только глазами. Стал сажать его на автомате, то есть нажал, подал команду на возвращение в точку старта. И почему-то он у меня стал где-то на уровне высоты деревьев, стал почему-то смещаться в сторону кромдеревьев. В общем, пришлось это... Вручнуюсь перехватывать его управление. Да, заставляет... Это, например, закрывается в вокзалах, станциях метро. То есть неприятное. Докапывается, чего тут ходишь. Так, крепление для телефона. Да, вот проблема в этой модели. Есть такая проблема, что... Вот этот узел сложно отрегулировать. То есть, когда поднимаешь пульт вверх, то поворачиваешь скрепление и смартфон поварит на землю. Вот. У новых моделей там другая конструкция пульта. Так. Нужно менять направление антен. Значит, эти антенны работают по диапазоне, по ним передается и управление, и видеосигнал. Видеосигнал часто отлавится из-за помех. Значит, приемные антенны окопки находятся снизу, поэтому нужно вот направлять антенны, чтобы они были направлены на окопки. И если... Вот. И если ты прилетел на окопки вверх, то нужно поворачивать их на одну сторону, если прилетел на окопки вперед, то в процессе полета нужно взять антенны на пути и переворачивать. Тём, а дальность полета ФПВ какая? Дальность полета... Если на поле, то где-то... километра три. Вот. Если в городе, он у меня отваливается... Видеосигнал отваливается через 600-700 метров из-за того, что здания начинают загораживать. Видимостей? А влезная работа, за что? Работает только в прямой видимости. То есть загораживают здания и загораживают листья на деревьях. А высота подъём? Усота подъёма 500 метров. Усота подъёма хорошая, то есть можно залететь выше, чем летать кукурузники. Вот. Я покажу пример с фотографией с разных высот. Да. Значит, нужно учитывать, что связь всегда может пропасть. У него есть настолько, что в случае пропадания связи по умолчанию он возвращается на точку старта и садится. Тут нужно проверять, чтобы этот режим случайно не переключить. То иначе он может так и зависнуть. Батарея может вставить до конца. Вот, например, на его копте у него была проблема, что там батарея до конца не вставлялась и могла вывалиться, там что-то не зачелкивалось. Потом к нему отвалилась какая-то пластмасска и всё стало нормально. Вот. Не всегда нужно сидеть в траву. То есть, да, сейчас эта трава высокая, вот где-то по... Вот здесь второго поколена, то я его, в таком случае, при посадке ловлю на руку. Видеоуроки есть на Ютубе. Вот. Пробовала летать рядом с дачей. Оказалось, что батарея после... После того, как полностью пролетела на одну батарею, она перегревается, её нужно вентилировать. Ну, то есть, лучше всего не оставить в кукте, или сразу же приезжаешь туда и ещё начинаешь его заряжать. Следующий слайд. Значит, нету средств планирования полёта из сгородки на андроиде. Значит, есть приложение DJI, но оно ставится только под Apple, под Android. Все программы планирования полётов платные. Вот. Есть ещё одна... Какая-то бета-мерси, я в ней не разобрался. Однако они платные. Это личи и дрон-деплой. Личи стоят полторы тысячи, дрон-деплой не помню. Там дальше будет написано. Радиопомехи могут быть в любом месте, особенно в городе. То есть я, например, те выходные на набережной Москвы-Реки в Печатнике, как... Нагатин в Затоне запустил, пишет помехи, запустил и нету сигнала. Потом вечером в Нагатино тоже на набережной приехал, спустил помехи. Проехал 300 метров по этой набережной, там сигнал был нормальный. Ещё, например, был случай, что я поднимался в пустыре, в Новокосино, мне почему-то изображение стало показываться с задержкой 40 секунд. Какой частоте придётся? Не... Не интересовался. Там... Ну, так кажется, это есть. И первый ГГц там бывает диапазон 1. Вот. По-моему, там диапазон 1, у него там три канала между ними выбирает, но чисто не помню. Спуст долгий, то есть у него вверх скорость полёта 5 метров в секунду, вниз три. То есть... В случае команды Шухер, то тяжело быстро развернуться и уехать от милиции. То есть он реально очень долго и скучно опускается вниз. Это нужно учить при планировании полёта. Запчасти дорогие в Москве. То есть в Москве на всё наценка. Разные комплектующие, там разные пропеллеры, резинки. Нужно заказывать на Алиэкспресс. Это скучно. То есть нужно там рассчитывать, что там заказывать и долго ждать. Погода на Солнце, разные геомогитные бури влияют на радиосвязь. Лимитируют в основном, да, малое время полёта. То есть тут где-то минут 10-15-20 в зависимости от энергетических параметров. То есть если толк подниматься вверх, то батарея расходуется быстрее. Бывают лёдные погоды. Например, вчера было предупреждение, что слишком сильный ветер. Нельзя на нём летать в снег, дождь и в туман, так написано в РЛЭ. Часто бывают отзывы, что при сильном ветре коктер, у него не хватает площади вернуться назад на точку сам. То есть его просто улучшит ветом. Это плохо. Часто бывает, что я разложился, его запустил и смотрю вверх. И почему-то теперь его окажется ближе, чем я сначала думал. То есть приходится летать вот так вот и вбок. И в такое место уже нельзя сесть полностью автоматически. Приходится... То есть если, например, пропала связь, то нужно связь как-то ловить, когда она уже подлетает. Кукурузники. Да, я вот в те выходы поехал на дачу спускать его. Приехал на место, где хотел запустить. И тут от одной прилетели три кукурузника и довольно низко. Конечно, нужно... Да, я хотел бы получить какое-нибудь официальное разрешение, но официальное разрешение получить просто нереально, потому что нельзя и все эти разрешения... Система получения официальных разрешений на такие прилеты рассчитаны на то, что я агрокомпания Юпторик. И у меня воздушное судно МИ-2 или Анфа. Милиция может поймать. Пишут, что штраф от 3 до 5 тысяч. Поэтому я все время спускаюсь из замаскированных мест и из закрытых позиций. То есть я ищу разные пустыри, закрытые автостоянки. В общем, те места, которые не видно из приезжающих медицинских патрулей. Кое-где в Москве они есть. Но сейчас кое-где нет. То есть в центре, например, спуститься особо и неоткуда. Да, вот в выходные запускался. Потом через 15 минут собрал, смотрю, рядом нора, где его соживут и летают. Так, где его покусать. Потом почему-то вот на такой рюкзак очень любят залезать разные улитки и слизни. И они похожи на персонажей из Yellow Submarine, которые прыгают своей одной ногой по всему рюкзаку и ставят свои соплями и все пачкают. В общем, я никогда бы не подумал, что буду разбираться в микро-миле. Да, значит, про прохожие все время начинают интересоваться. По прохожим есть мысль раздавать визитки, которые у вас накопились за последние 5 лет к ортопатии. Зарядное устройство очень... оно требует много ампер, поэтому, когда ставишь розетку, она и слит. Нужно очень дать проводку, потому что устройство мощное. Вот светил ламп на батарее, когда очень мощный, потом ночь куда бы ты в комнате его не положил, то все мигает и мешает спать. Нужно его куда-то там закрывать. Аккумулятор при зарядке. Вот такие проблемы первого мира. А птицы? Еще не успел. Ну, говорят... Ну, говорят, те птицы, которые летают, им... Да, они могут на руднокоптер атаковать. Ну, в зависимости от разных регионов мира. Я пока спускал только у себя на даче, у меня там птиц мало. Я там далеко от горной, там голубей нет. Значит, вот пример охвата розника с высоты 500 метров. Это максимальная высота. Ну, я обычно летаю на стиле где-то 200 метров. Если подняться на такую высоту, то я поднялся наверх, сделал стилки вовсе стороны, опустился. Это заняло 60% батареи. Обычно летают примерно на такой высоте, где-то 150-200 метров. С нее такой нормальный охват. То есть вот один снимок. Вот это типовые пятиэтажки, четыре подъезда. То есть вот в виде нахвата. Так, в следующей части своего доклада хочу рассказать, как, собственно, перейти от пачки фотографий к геоданным Джонсом. Значит, разные способы есть привязки. Самый простой способ — это нависки из Кугис. Это программа бесплатная для частного использования. Можно привязать вот по таким точкам. К какому-нибудь как-то смартинку. Я привязывал к единственному блоку премьер, единственному блоку премиум. Я его подключил через модуль коннесс, который в нашем нависке Кугис есть по умолчанию. Я так понял, что это не нарушает прав вот этого Digital Group, потому что я использую это для ОСМ. Тут проблемы такие, что, во-первых, сложно все это найти эти точки. Во-вторых, снимок от пяти летнедамовских и многих дома на нем отсутствуют. В-третьих, снимка может просто не быть на ту территорию, которая вам нужна. Но такой способ имеет право на жизнь и может снимок вот что-то получить. В городе можно как-то вот так вот привязывать по данным адресу, но там некоторые дома точно, некоторые и нет. Вот получается второй снимок. То есть можно, например, с одного снимка получить координаты в своем площадке. Ну и также можно два-три снимка наложить. Вот. Второй способ. Это более удобный, но более дорогой. Использовать специализированный софт, например, отжисовываться фотоскан. Это программа нейропатической разработки, разработка Цеппития. В нее загружаешь кучу фотографий. Она делает честную трокмерную модель. Там все очень просто. Нажимаешь по порядку все кнопки. Она делает вот такую модель. Ее можно нагрузить. Значит, она делает GeoTiff. И она делает вот такую модель в трекмерном формате. и в сравнении модель в софт в формате DEM. То есть можно, в принципе, в такой модель определять высоту зданий и сносить ее в WSM для трекмерного материя. А сколько хода ты за задумывал? Ну, где-то по... Пока немного. Там 100-150 с одной сцены. Больше не успевают снять батарейки сажаются. Значит, в один... Так, вот это окно экспорта в GeoTiff. Значит, нюансы. Нужно сделать вот такие настройки. Сжать в GeoTiff и такое. И выбрать более подходящую систему координат. 32, 6, 3, 7. Вот это... Вот это по москве. Потому что по москве он предложил выбрать вот эту. Там тоже можно, но все будет исключено. Вот это и красивее. Значит, небольшое сравнение современного софта и сколько он стоит. Значит, кугизовый, спадный. AdSox AutoScan, он платный. Ну, AdSox нужно платить. Вот эта программа, насколько я понимаю, она обращается более крутой, но она совсем дорогая. Вот. Да, у AdSox AutoScan есть демо-версия полнофункциональная. Она работает 1 месяц. Я вот ей пользовался. Вот. Есть сервис Drone Deploy. Это сервис. У него облачное сшивание. И еще ей предоставляют мобильные приложения, с полировщик полетов. Обильные приложения бесплатные. Я его еще не запускал. Там будет здесь бесплатный на Wi-Fi. Я думаю, что там все платное. Вот. Ну, 500 долларов в год цена. Вот. И есть программа Open ReelNet. Это консольная программа. Она бесплатная. Ее можно поставить на сервер. Я ее еще не успел. Я попробовал на трех доступных компьютерах. Туда она не поставилась из-за технических проблем. Open DroneMark. Верно. Вы панели много для сохранения строка. Да. Верно. Это Open DroneMark. Ну, ее можно поставить. Она бесплатная и открытая. Так. Сразу рисовать по фотографиям дрона нельзя. То есть они привязаны, но с недостаточной точностью, чтобы их можно дорисовать в ОСМ. Значит, вот я сделал такую демонстрацию. Я... Значит, вот эти красные точки, которые отмечены, как это на фотографии. Затем я взял снимок, который уже получился в Аджитовском скан, взял края зданий по фундаментам и провел линии от угла здания на моем снимке к углу здания на углу снимке. Вот, кажется, цифры обозначены получившиеся невязки в метрах. У меня получилось, что эти невязки, они примерно одинаковые. То есть от одного до шести метров на всех сценах. И они не зависят ни от чего. Ни от расстояния от центра кадра, ни от количества фотографий на это место. Вот я сделал три сцены. Значит, вот этот пример. Вот срок получается с одного аккумулятора прилететь. Значит, вот я прилетел сюда, тут где-то минуты на две завис, снимал в все стороны, потом прилетел сюда. Тут у меня пропала связь, и он перестал возвращаться назад. Вот. Это я снимал с двух аккумуляторов. То есть я пролетел сначала вот тут. Вот. Потом сел сюда, у меня этот аккумулятор, прилетел сюда. Вот. Потом тут у меня пропала связь, который стал возвращаться назад. Тут его, перехватив, прилетел вот сюда. Вот так. Тут у меня тоже пропала связь, и у него остановилось почти до посадки. Вот. Насколько я слышу, программопланировщики полетов, они могут летать при пропадании связи, но я на это еще не дошел. Значит, поэтому нужно это привязать. Что это разные способы? Я их наше учить. Значит, можно привязать вот этот геотип, который был в геотипе, к какому-нибудь космоснимку. Считаем, что космоснимок более такой плоский, хорошо привязанный. Вот. Это можно делать, но долго. Самый правильный способ – это привязывать к результатам наземных измерений. Вот, например, у нас есть программа DSGIS Mumbai. У нее есть те функции, что можно поставить, то есть положить смартфон на землю, собрать много точек и усреднить координаты. Вот. Профессионалы геодезисты делают это, используя геодезический приемник. С РТКом стоят какие-то сотни тысяч рублей. Кто-то в Питере так делает. Вот. Ну, я этим способом, ну, честно говоря, для ОСМ все эти способы не нужны, потому что ездить самому по этой сцене, то есть физически, это очень долго. Я, например, в те выходные, когда была карта-пати по сбору подъездов, я три часа ездил по тому месту, которое снял с коптера. Вот. Поэтому я использую такой способ. Я сдвигаю... В общем, я в жестке установил смещение космоснимка, сдвигаю под него правильные домики, потом под эти домики сдвигаю свой снимок с коптера. Вот. И вот. Ну, это нужно делать примерно каждые, там, 200-300 метров, поскольку смещение все время в разные стороны изменяется. Вот. Конечно, если вы снимете ортохото и просто оно будет держать на жестком диске, да, но смысла мало. Нужно все фотоматериалы публиковать куда-нибудь под какой-то лицензией. Есть очень хороший сервис и OpenLM. Туда можно приведить геотифа с геопривязкой. Значит, вот примерно такая вообще картина на масле. Значит, если вы будете смотреть OCS браузер, то зайдите в фильтр, поставьте вот Resolution High, тогда там уберутся все лансаты и будет более непонятная картина. Вот. Да, вот такой нюанс, что из фотоскана OpenLM картинки могут казаться мутны, нужно, как видите, в OSM и сделать, сгенерировать им внутренние пирамиды вот в таком режиме интерполяции. Тогда они станут более четкими. Вот. Также можно приведить Raster in NSGIS.com. В общем, я гружу в таких случаях еще и туда. Это, к примеру, подойдет, если, к примеру, вы рисуете не для OSM, а для каких-нибудь своих гисов, или, например, отсняли район своей дачи и хотите показывать, где именно у вас дача, что хотите рисовать, то есть вот, пожалуйста, реверсируйте сюда и будете туда реверсив, и вот они также все нажатся на карту. Отсюда тоже можно брать тайлы и рисовать их с дроссмехом. Значит, кроме того, с Resolution можно в вашей картинке смотреть наше мобильное положение на Android. То есть вот все дело привязанное, может быть, ко мне не пригодится. И переходит прогноз погоны. Ну, в Москве фотографируют два человека. Вот немножко я и все остальное Кирилл Севдков, если не буду. А как же я? А, и ты. Ну, я... Плохая память на имена. В общем, вот такой возвод сейчас примерно в Москве. Вот, значит, я сделал страницу wiki.osn. Ее сложно найти, вот она, вот так называется. Надо, чтобы кто-нибудь на нее по-настоящему побольше смысл. Вот здесь список можно... В общем, если у вас нет коптера, но у вас есть идея, чего нужно сфотографироваться, пишите ее сюда. В общем, самые разные идеи пригодятся. Ну, на всякий случай. Переходим к выводам. Вообще, я сделал вывод, что дронами можно решить некоторую часть проблем УСМ, но они довольно специфичны. То есть квадрокоптер — это не серебряный пульт, это не панацея, и он решает довольно специфический набор задач в УСМ. Он поможет, если вам нечего рисовать. И у меня такое было. Вот, например, у меня в районе дачи много новых коттеджных поселков, и они расставиваются примерно в течение шести лет, и там, в существенных местах поселков появляются новые дома. А космосники являются редко. Вот это хорошее применение коптеров. Да, бывает, что в деревьях строят новые дома, прокладывают новые улицы, и вот разные тропы, которые выходят из деревьев в лес, они меняются. Вот именно такие вещи очень хорошо для скуптеров. И новые многоэтажные районы. И в Москве и в Москве в Солосе тоже, кроме как скуптера, их никак не отрисовать. А если рисовать без скуптера, то получается очень некрасивая карта, и это напрягает те, кто спотит. По крайней мере, редакторы так думают. Вот, как вы видите из этого списка, атрибутивную информацию, теги скуптера получать особо нельзя. То есть практически единственную атрибутику, которую можно получить скуптера, это высоту домов. Вот, я еще не пробовал, но вот из-за аджесового списка можно экспортировать киотиф в Джорссель, настроить стиль, и он будет показывать высоту в метрах для каждой точки снимка. То есть можно там подумать и вычесть высоту земли из высоты крыши и получить высоту дома. Вот, ну еще цвет крыши виден. Вот, в принципе, если как-то подумать, как быстро посмотреть трехмерные модели, то можно этажность и цвет стен определять. Вот, собственно, и все. На самом деле, я последние 2 выходных ездил подачи на велосипеде с коптером, и основной набор атрибутики я получил с велосипеда, пока ехал в поле, где запускал коптер. В общем, я там разные адреса собирал. Да, и если вам не хватает площадных дорог и бордюров, то квадрокоптер в этом поможет, но нужно учитывать смещение. То есть нужно привязывать где-то каждые 300 метров. Значит, как поможет лицинкоптер? Значит, если у вас нет коптера, то вы можете сделать очень полезные вещи. Да, значит, прилагайте идеи для съемки. Учите, что эти фотографии не выкладываются под открытой лицензии, поэтому они могут быть использованы не только для ОСМ, но и, например, для Википедии. То есть прилагайте там разные съемные пункты и заводы. В Википедии про коптера написано мало. Хорошо, что кто-то учел. Ну да. С личи летать лучше, чем без личи, я так понимаю. Он стоит 1590. Ну да. Сейчас нет сервиса Open Web. Хорошо бы его кто-нибудь поднял. Ну да, потому что много интересных мест, которые можно снимать, они находятся за городом, но на одном заряде можно пролететь довольно мало. И поэтому ехать на электричке за 60 км, это только для такого маленького кусочка, это довольно дорого. Да, и самое главное, именно то, что вы можете сделать каждый из вас прямо сегодня, это ехать зарядные станции на вокзалах МЦК. Потому что на каких-то вокзалах стоят устройства, где можно бесплатно зарядить какое-то устройство на 220 вольт, но в Москве их отлично мало. Мои автопроверзаторы будут перегонять велосипед с юга на север Москвы, возьму коптер, и мне хотелось бы узнать, на каких станциях я могу подсередиться. Это может сделать каждый из вас. То есть вот такие, девайсы, девайсы, стопик, щука, это евро-розетка. Шесть количества розеток. Ну вот, собственно, и все. Пожалуйста, если есть вопросы, то задавайте. Хотел бы прокомментировать насчет получения атрибутов с снимков, сделанных на педрокоптер, что на самом деле можно увидеть гораздо больше, потому что разрешение позволяет снимку сделать. Например, по снимкам, которые делал человек из Питера, можно фигировать вплоть качели на детской площадке, потому что от солнца, от тени, видно, что это качели, что даже они там, не знаю, подвешены на цепь или на что-то еще. То есть даже тип качелей можно определить. А, ну такие ли это и не могу. В том числе материал боллордов, вот таких столбиков, которые мешают проектов мобилев на тротуар. Ну, то есть очень многое видно. Хоть для того, что какие лавочки, есть ли у них спинки. Ну, то есть такой арейский уголок для микромаппера. Ну, то есть на самом деле виды новые. А, ну да. Вот я хочу добавить, что у того человека в пикселе у него более продвинутый коптер, он летает свитчи на меньшей высоте. В общем, у него разрешение пространство где-то 2 сантиметра на пиксель у меня где-то 8-10 сантиметров на пиксель получается. Вот еще вот в этом копте у него разрешение камеры чуть поменьше, чем у новых. Вот. То есть разные бывают. Артем, а ты не пробовал, вот как аэрофотосмопку делают, прям попробовал планировать предполетом с небольшим запуском, ну с допустимым перекрытием? Ну, для этого нужна программа личи, а из программы скоробки такого не сделают. То есть я пока летаю просто так, как получится. Максимальная высота, она как-то там просто ограниченная, ну что ему мешают? Пойдя за собой обзор? Там зашиты 500 метров. Можно снять в мозгах. Ну, я больше не поднимался, потому что долго и... Ну вот, именно для аэрофотосъемки разницы нету. Именно для аэрофотосъемки. Я подскажу лайфхак по аэрофотоскаму. Я написал им и попросил, могут ли они дать лицензию для нуждопонтритмэпа. Мне ее дали. То есть ты напиши, может, это тоже. О, хорошо. То есть мне бесплатно дали вот их полную версию. Что там за теоретичной классовой. Ммм, хорошо. Вот. Хорошо. 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 Хорошо.